Леонардо да Винчи Леонардо да Винчи Леонардо да Винчи Леонардо да Винчи был в душе гражданин мира, он осознавал общечеловеческие значения своих трудов. Портрет Монолизи Джоконде стал популярным всечеловеческим эталоном в портретном жанре. Джоконда объединяет народы, ей символизирует во всех уголках земного шара. Более 35 лет я исследовал многие картины и рисунки Леонарда Ла Винчи по разным книгам, журналам, по интернету. Некоторые картины мне удалось увидеть в подлинниках. За время исследований я написал 7 статьй на русском языке и создал более 20 картин из цикла «Мир Леонарда Ла Винчи». В 2014 году была организована моя персональная выставка под названием «Тайна Ла Винчи» в зале Турецкого культурного центра при посольстве Турции в Ашхабаде. Что нового, какие чудеса я обнаружил на картинах и рисунках Леонарда Ла Винчи, горю желанием показать их по интернету. Портрет Мона Лизы Джоконды показалась мне, как цыганка-гадалка, будто говорила мне «разгадай мою тайну». Однажды я решил сделать копию портрета Джоконды. Для ориентировки начертил на репродукции клеточки. По горизонтали 6 клетки, а по вертикали 12 клеток. Рассматривая репродукцию в клеточках, неожиданно увидел на фоне пейзажа небольшой сюжет маленькой картины. Там изображена фигура Мона Лизы Джоконды. Она, как влюбленная женщина, сидит в ожидании у берега водоема и грустью смотрит на причудливые скалы полной тайны, в которых вырисовываются очертания величественной головы Леонарда Ла Винчи. Этот сюжет наводит на ум яркий эпизод из романа Мерсковского «Воскресшие боги Леонарда да Винчи». Леонарда изобразил себя в образе скалы, тишины. Как когда-то говорила ему Мона Лиза, «Тишина сильнее бури, поэтому, что в тишине Господь». Далее, рассматривая репродукцию портрета Джоконды, я стал проводить эксперимент. Повернул репродукцию вниз головой, и моему изъявлению не было предела, когда увидел среди клеточек еще один сюжет маленькой картины. Там изображена женщина средних лет в национальном головном уборе, которая нежно склоняет голову к шее молодого человека в чалме, который холоден к ней и застывший в тени. Вероятно, в этом сюжете маленькой картины изображение отношений матери и сына, которых разручила судьба. Теперь мы будем рассматривать набросы картины Венера и Купидон. Мастер Верик Кио и его юный ученик Леонардо работали над ним вместе. В этом рисунке они показывают превосходство своих фантазий, где изображают множество скрытных изображений. Если обратить сосредоточенное внимание на этот рисунок, то между головками Венеры и Купидона внезапно будет прессовываться огромная голова старушки в белом плотке с камильским носом в профиль. Чтобы более увидеть это изображение, я показываю контурно-красным карандашом. Вот глаза, нос, платок, голова старушки в профиль. Похоже на это изображение я позже обнаружил на рисунке буллингтонского картона. Эти повторно скрытые изображения старушки с камильским носом в профиль усилили мое любопытство к исследованиям картин и рисунков Леонардо да Венчи. Несомненно, думал я, в этом частном изображении скрыта какая-то загадочная тайна. Однажды рассматривая репродукцию картины «Поклонение волков», в левой части картины среди толпы людей я увидел изображение матери и ребенка. Если цельно смотреть на эту часть изображения, то там я обнаружил скрытые изображения огромного в голову старушки с камильским носом. Это скрытые изображения раздваивается. Там можно увидеть страшного зверя с открытой пастью. Четвертый раз эту загадочную старушку с камильским носом в профиль Леонардо изобразил на рисунке нимфы или так называемая «Женщина на фоне пейзажа», которую Леонардо нарисовал уже в пожилом возрасте. Старушка камильским носом здесь изображена легкими линиями. Картину «Тови с ангелом» выполнены в соавторстве с Вереккио и Леонардо, учителя и ученика. Левая рука ангела повторяет движение левой руки Товио. Такое положение руки можно увидеть в работе Вереккио «Мадонна с младенцем». В собственных работах Вереккио скрытные изображения отсутствуют. Теперь мы будем выявлять скрытные изображения в картины «Тови с ангелом». Если обратить внимание на крылья ангела, то они похожи на голову черноволосых женщин с красными бантами на месте ушных раковин. Чтобы четко увидеть этих скрытно изображенных женщин, проведем эксперимент и закроем голову ангела. Теперь нам четко видно, лица женщин устремлены в небо, и фигуры их зеркально копируют положение друг друга. Фигура и движение ангела слиты с фигурами этих женщин. Руки и ноги ангела могут принадлежать каждой фигуре. В картине «Крещение Христа» за спиной фигуры Иоанна на развале заднего плана прослеживается еще одна сюрреалистическая фигура мужчины с черными волосами и светлой повязкой на лбу. Голова этого скрытного изображения смотрится как в пятнах старой стены, которую можно увидеть, включая свою фантазию. Левая рука и нога Иоанна могут принадлежать этому черноволосому сюрреалистическому скрытному персонажу. Рассматривая картину «Благовещение», попробуем обнаружить в ней скрытные изображения. На первый взгляд наш взор улавливает склоненное тело архангела Гаврила с двумя ангельскими крыльями. Если внимательно вглядеться, то в этом изображении можно увидеть голову огромной сейролистической кошки, будто из пасти которой выходит тело архангела Гаврила. Два пикобразных дерева заднего плана можно вообразить как уши кошки. Там есть еще несколько скрытных изображений. Теперь мы будем рассматривать картину «Мадонна в гроте». Два варианта картин «Мадонна в гроте» являются образцом ренессанской классики. Эти большие картины напоминающие типичное ренессанское окно. Картина действительно подобие окна, окно в мир. Через его окно мы заглядываем в полутемный сталактитовый грот, где пространство развивается плавно из одного плана в другой, выходя к светлому выходу из пещеры. Здесь мы видим несколько остроконечных каменных глыб, которые образуют кисть руки человека в приветственном положении. А сверху причудливые откосные скалы, похожие на силуэты голов людей. Снаружи, наверху пещеры, как будто на крыше, каменные глыбы похожи на идола, лежавшего на сеновале. Рассматривая второй вариант картины «Мадонна в гроте», наш взор уносится в ее глубины, в манящие просветы среди темных скал, под сенью которых нашли приют дивные фигуры. И тайна, леонардовская тайна, скрытых изображений сквозит расщелинных и в полмраке навещих скал. На дальнем плане, с правой стороны картины, небольшой просвет, вход в пещеру, в котором наше внимание привлекает небольшой камень, который похож на небольшой бюст Леонардо да Винчи. На заднем плане, над головой Марии, огромная скала, похожа на фигуру палача в мантии, а перед ним каменные осколки, похожи на облик жертвы. Картина «Святая Анна» с Марией и Младенцем Христом стала кульминационной точкой многолетнего творчества Леонардо да Винчи. Именно в нем секрет фантастической эмоциональности философического мировосприятия Леонардо. В пейзаже дальнего плана, с левой стороны картины, город, тающий в тумане, таинства, где мерцает полуфигура ангела-невидимки, которая сливается с реальным изображением, фигурами святой Анны и Марии. Правая рука Анны так же, как правая рука Марии и ангела-невидимки. А голова и левая рука невидимки вырисовываются в горном пейзаже, как неотъемлемая часть природы. Леонардо да Винчи трактовал этот сюжет по-своему. И композиция, и интерпретация здесь совершенно новаторские. Все фигуры переплетаются друг с другом, как их судьба переплетается в жизни и растворяется в природе, как гармония взаимосвязи всего живого на Земле. Теперь мы будем рассматривать скрытные изображения на некоторых рисунках Леонардо да Винчи. Пейзаж Арна. Считается, что на этом рисунке запечатлен реальный пейзаж, однако Леонардо изображает значительные усилия, дабы подчинить реалии окружающего мира своему творческому видению. На этом рисунке изображена холмистая долина, уходящая к горизонту, где при небольшом усилии воображении можно увидеть скрытые изображения. Так, например, кроны деревьев на холме справа лишь слегка намечены быстрой штриховкой. Вместе они образуют волнообразный рисунок, в котором прослеживаются скрытные изображения огромной головы фантастического животного, на голове и пасте которого вырисовываются несколько человеческих лиц в профиль. Эти скрытые изображения слегка вырисовываются и внезапно исчезают с поля зрения. Порой вновь возникают. На рисунке гроза в Альпах под облаками заднего плана на фоне неба вырисовывается огромная голова человека в образе грозы. Рисунок инструменты, падающие дождем с облаков на землю, один из многих зашифрованных рисунков Леонардо. Некоторые исследователи утверждают, что видят в этом рисунке две грубо нарисованные человеческие фигуры на фоне ненастного неба. Другие признаются, что ничего подобного не видят. Наверху ненастного неба я обнаружил небольшие контурные облики мужчины и женщины. Среди штрихов и падающих дождем инструментов можно увидеть лица людей. Для этого надо подключить свое воображение. В рисунке стариков профиль, сидящих на камне, с этюдами, заповихрениями водных струй, обретенных годами мудрость, с задумчивым выражением лица, пережитым сложным прошлым, внутренняя собранность и смирение нам необыкновенно стремительным взглядом смотрит вдаль мудрый старик, как пришелец из другого мира, который понял смысл жизни и медленно уходящего в иной мир. Глядя и видя, мы находим на рисунке множество интересно скрытных изображений, в которых заложен поэтический образ жизни. Под локтями правой и левой руки старика в складках одежды прослеживаются лица голов ребенка и юноши. Это говорит о том, что прошли годы молодые и наступила неожиданная старость. Затем в очертаниях головы и бороды вырысывается гротесное, безобразное лицо Азраила, который явился внезапно и хочет забрать его потусторонний мир в мир Царства Небесный. А в развязанном поясе старика отчетливо виден облик опустившего голову вниз коня, который дает понятие о том, что ускакали в годы молодые горячим скакуном. Вся тяжесть фигуры старика держится на одном подместе, которое похоже на газели с длинной шеей. Газель стрика касается морды к полураскрытому рту коня. Это скрытное изображение наводит на мысль, что жизнь стареет, уходит и, продолжая новое, зарождается. А газель является символом добра и красоты. В складках одежды на нижней ноге старика можно увидеть голову мужчины и женщины в профиль. Это скрытное изображение раздваивается, как типы ларетки мужского и женского. Далее мы видим в этом рисунке старик слегка касается спиной дерева, которое символизирует жизнь и плодородие. Под стволом этого дерева можно увидеть голову козла. На противоположной стороне рисунка Леонардо изобразил завыхрение водных струй, как потоки уплывающей жизни и никакие переграды не в силах его остановить. Я предполагаю, что в этом рисунке Леонардо да Винчи в какой-то степени отразил финал трагические неизбежности в собственной судьбе, судьбу всего человечества. Картины Леда и Лебедь ныне известны только по копиям, какой она представляет у Джампель Трино. С правой стороны картины на фоне пейзажа между левой рукой Леды и деревом вырисовывается огромная сурелитическая голова мужчины в профиль, который держит во рту орех. А картина «Святой Иоанн Креститель» очень загадочна и смотрится двухмерным видением. Попробуем обнаружить в ней скрытные изображения. Между рукой и грудной частью тела Иоанна в тени можно обнаружить лицо чернокожего юноши. Кончики двух пальцев Иоанна представляют пышных губов этого юноши. Проведем эксперимент. Закрываем черной бумагой голову Иоанна и видим другой сюжет, где полсогнутая голова мутанта, засунув два пальца в рот, вроде бы свистит. Продолжаем эксперимент. Поворачиваем картину вниз головой, оставляя при этом закрытой черной бумагой голову Иоанна. Перед вами возникает совсем другой сюжет картины. На черном фоне, как в потаенном царстве, бросается в глаза часть тела и правая рука, которые освещены ярким светом. Голова его и с бородой и пышными кучеряевыми волосами вырисовывается на черном фоне в тени. Возможно, этот образ Плутона из римской мифологии мрачный бог подземного царства мертвых. Правой рукой он указывает подземное царство, а каунчиками пальцев левой руки указывает на себя, показывая якобы свою мошь. Картина Иоанн Креститель с атрибутами Баха с левой стороны картины вся светлая часть пейзажа в целом напоминает огромную голову человека профиль. Ботега Андрея Верепкио в то время была своего рода показательной мастерской, куда шли художники, чтобы меняться друг с другом практическим опытом, делиться собственными открытиями, знакомиться с результатами чужого мастерства, чужих методов и приемов. Будучи самостоятельным художником, Леонардо да Винчи еще более обогатил этот в то время новый прием скрытных изображений. Картины Леонардо да Винчи послужили высоким примером для многих художников. Доминико Гринланд дао использует пирамидальный способ построения композиции. У Рафаэля в своей картине Сейхисинская Мадонна чувствуется подражание Леонардо скрытных изображений. Небо в картине кажется облачным, но это не облако, а какой-то тихий неестественный свет, полный ангелами. Более того, скрытные изображения можно увидеть на картине поклонения волхов Сандро Батичелли. Под навесом заднего плана картины за головой седого апостола темно-каменная глыба, которая похожа на огромную голову человека в профиль. В картины Святой Ироним в пустыне художника Джованни Беллини с правой стороны удлиненной скалы смахивает на человеческие лица. Там также множество камней, напоминающие очертания лица людей. Джорджоне довелось увидеть несколько картин Леонардо да Винчи в манере сумато, и эта манера настолько понравилась ему, что он в течение своей жизни следовал подражая в колорите масляной живописи. В картине Три философа чувствуется подражание методу Леонардо скрытных изображений. На первый взгляд все просто и ясно. В этой картине стоит приглядеться на причудливую скалу с левой стороны картины, которая образует огромную мужскую голову с бородой. Левый глаз мужчины слегка приоткрыт, а острым правым глазом он угромо смотрит на философов. В темных пятнах этой причудливой скалы можно увидеть еще несколько скрытных изображений. Теперь попробуем рассматривать скрытные изображения на рисунках Леонардо да Винчи. Например, гротесный портрет старухи, выполненный учеником. Леонардо да Винчи Франциско Мельси по рисунку Леонардо. Проведем эксперимент, поворачиваем портрет вниз головой и видим новый облик старушки с большим круглым носом с поворотом головы налево. На голове старушки своеобразный головной убор вроде шляпы. Если прикрыть бумагой по периметру глаза старушки и представить ее круглый нос лобом, а подбородок носом воображаемого портрета, то вам покажется голова старика с прикрытыми глазами. Теперь прикрываем бумагой по верхнему овальному контуру воротника старушки. как неожиданно покажется совсем другое изображение. Голова дряхлого старика с широко раскрытыми глазами, с комическим круглым носом, своеобразной бородкой и склоненным вниз лицом. Четырехмерным видением смотрится и тюдженский бюст. Проведем эксперимент, поворачиваем рисунок по часовой стрелке трижды и мы видим три различные изображения. Поворачиваем первый раз нам покажется голова льва. Поворачиваем второй раз и мы увидим удлиненный гротескный череп человечеобразного существа. Поворачиваем третий раз и перед нами вырисовывается изображение головы круглолицего человека своеобразным головным убором в двух ракурсах. Прием двухмерного видения можно увидеть в рисунке этюд головы Иуды. Если повернуть этот рисунок вниз головой, то неожиданно покажется гротескный портрет старухи в головном уборе с коротким носом и торчащими зубами. А эскиз лика ангела образуется из десяти мужских голов. По моему предположению, во фреске «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи тоже есть скрытное изображение, так как это произведение считается уменьшением творчества Леонардо да Винчи. Чтобы обнаружить скрытное изображение в громадной фреске, надобно по оригиналу произведения. Великий классик Леонардо да Винчи, чье искусство считается извечным эталоном идеальности реализма, которое породило многие измы, которые существуют в современном искусстве. Буду безграниченно рад, если мой небольшой труд внесет частичку вклада в общую сокровищницу искусства и еще ярче осветит ярким пламенем светлую память 570-летие со дня рождения одного из величайшего итальянского художника эпохи Возрождения Леонардо да Винчи. Желающие получить более подробную информацию о моих трудах могут прочитать в ближайшее время на сайте Википедии. Благодарю за внимание. Продолжение следует...